Наконец-то вышло это долгожданное видео. Здарова всем подозреваемым и с вами как всегда Саня Слоун. И сегодня в этом видео я раскрою вам один интереснейший секрет. И этот секрет конечно же связан с новым легендарным скином. Потому что на нем есть огромная пасхалка и отсылка на то, что ждет нашу игру в ближайшем будущем. И сейчас мы приступим к разбору завтрашнего скина. Если конечно он выйдет завтра. Возможно этот новый легендарный скин немножечко отложат. Ну потому что там целый функционал должны завести вместе с этой легой. И ты даже представить себе не можешь, как я это понял. Но ты тоже поймешь обязательно. Но для начала не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и конечно же в настройках игры вводи самый топовый код автора Слоун. Ну а мы давайте разбираться прямо сейчас. Значит ребята, давайте начнем с того, что девятый сезон уже наступил. Ну это в принципе банальные факты. Мы все с вами уже играем на новом персонаже на Кейти. Кто не играет, тот участвует в моем розыгрыше на 10 золотых пропусков. Или участвует в группе ВКонтакте. Или в моем дискорд сервере. Ссылки на которые я оставил для тебя в описании. Но к чему я все это веду? Если вы помните ребята, когда у нас вышло обновление в плеймаркете, разработчики написали, что вышел новый персонаж кошка Катя. И вышел новый девятый сезон. Все. В принципе ну там исправили баги, пофиксили что-то и так далее. Больше ничего не писали. Про новых персонажей разработчики также ничего не написали. Они не написали ни про Джека, ни про хомячка, которого зовут Флуфи. То есть мы ничего из этого не узнали. Те кто играет на андроид, в принципе никакой инфы с плеймаркета после обновы не получили. Ну а те ребята, которые играют в стиме и те, которые видят обновление, когда они выходят именно в стиме, увидели вот такую вот интересную картинку. Вот ребята, смотрите что написано в обновлении стима, именно когда вышел девятый сезон. Новый девятый сезон. Аниме тематика сезона. И новый персонаж кошка Катя. Но вторая строчка, ребята, то, что в принципе открывает нам смысл. В плеймаркете написано просто новый легендарный скин. В стиме написано название этого легендарного скина. И называется он Бэдж Коллектор. Что в переводе на русский, просто внимание сейчас, коллекционер значков. Ребята, просто, логически подумайте. Коллекционер значков. Что это может значить? Каких значков? Откуда значков? У нас в игре нет ничего, что связано со значками. И сразу забегая наперед. Ребята, в файлах игры есть значки. Есть значки, которые предназначены для нового режима. А также дополнение для классического режима. Но я надеюсь, что это не станет тем же самым нововведением. Как случилось с ролью мэр, которую мы до сих пор так и не увидели в игре. Она есть на моем канале. Есть обзор на эту роль. Я даже на ней поиграл. Но в итоге никто из моих подписчиков, в принципе, не может поиграть на этой роли. Но что самое интересное. Роль мэр даже падает кому-то из рулетки, как бесплатный билет. Ну или золотого пропуска. Это же просто какой-то нонсенс. Эта роль еще не добавлена в игру, как геймплейная роль. Но, тем не менее, билет на нее ты выбить все-таки можешь. Точно то же самое я не хочу, чтобы повторилось с этими значками новыми. Потому что, ну просто. Вы понимаете, что новый легендарный скин, это впервые так у нас в игре связан с обновлением. Новой какой-то обновы. Что-то разработчики должны добавить. А именно какие-то значки. И к чему это вообще все будет? И с чем это может быть связано? Пока что мы можем только догадываться. Ну просто название. Коллекционер значков. И помимо всего этого, еще и в файлах игры есть значки, которые, конечно же, я показать не могу. Потому что это будет уже секретной информацией. И, естественно, я уже, получается, буду как сливщик. Поэтому я не имею права вам показывать. Но, в принципе, ну просто представьте себе, что там может быть, ребята. В принципе, это не столь важно. Но просто подумайте об этом. Теперь, ребята. Это что касается этого легендарного скина. Но помимо него, у нас еще в игре должен появиться второй новый легендарный скин. О котором пока что ничего не известно. Разработчики нигде пока что не писали. Но, соответственно, я уже видел, как он выглядит. И некоторые ютуберы тоже уже видели, как он выглядит. Но показать, как он будет выглядеть, мы не можем. По соображениям безопасности, естественно. Но хочу вас уверить, ребята, что этот скин также будет связан с новыми дополнительными режимами. Я не знаю, к чему разработчики вот эту вот всю тему завели. Вот эту вот всю движуху. Что они вводят какие-то новые легендарные скины. И эти скины связаны с какими-то новыми обновами. Я представления даже не имею, как это и почему это так вообще все происходит. Но, в любом случае, ребята, у нас должны, как я уже вам говорил на прошлом видео, появиться в игре какие-то карточки. И карточки будут связаны со словом жертва. Так как разработчики с помощью бага, тогда, когда у нас обновился девятый сезон. Они заспойлерили этот новый режим, или этого нового персонажа, или вообще непонятно что. Но просто режим, где фигурирует слово жертва. И оно там фигурирует в центре всеобщего внимания. То есть это будет то, на чем мы с вами, как простые игроки, должны будем концентрировать свое внимание. Непонятно пока для каких ролей будет конкретно вот именно это слово жертва. Но когда она выйдет, мы, конечно же, все это поймем. Но мне кажется, хотя когда мне кажется, то обычно это сбывается. Что это будет связано что-то с магией. Возможно, у нас будет какой-то новый режим, или возможно даже разработчики готовят для нас новую карту, потому что уже давным-давно пора. Вы помните, ребята, в прошлом году, игре практически уже исполнился год. Так вот, в прошлом году разработчики выпустили две карты. У нас был сначала особняк, и только особняк. После глобального релиза, через несколько месяцев, вышел отель. И буквально, ну в принципе, так и вышло. Через несколько месяцев вышел и зоопарк. То есть у нас три карты, получается, по факту уже есть. Теперь 2022 год. У нас скоро день рождения Suspects. Давайте опустим тот момент, что с третьей карты должно пройти пару месяцев. 21 апреля, ребята, день рождения Suspects. От этого момента мы должны отсчитать еще два месяца до выхода новой карты. Ну, в принципе, если, конечно же, все идет по плану разработчиков. То есть получается, к концу 2022 года у нас в игре должно быть уже пять карт. Понимаете? Пять карт. Но самое, конечно же, жестокое, правда, во всем этом, что баланса, конечно же, там не хватает. И разработчикам, конечно же, нужно это все завести. Но мне кажется, когда они завезут новую карту, то, наверное, они займутся балансом на старых. Потому что, ну, баланс пока что там никудышний. Единственная сбалансированная карта, на мой взгляд, это именно особняк. Но это единственная прям вот плюс-минус хотя бы. Не идеально, но плюс-минус. Поэтому разработчикам есть куда стремиться и есть над чем работать. Ну, и это я уже не говорю про баги, которые сегодня присутствуют в нашей игре. Ну, и, конечно же, нормальная модерация игры. Где есть дискордники, где есть тимеры, где есть какие-то... Даже читеры, ребята, появились. Ну, это не совсем читы, но это уже использование кода программы. То есть там определенный взлом происходит. И игроки умеют просто быстро передвигаться, видеть то убийца и так далее. Но таких игроков, к счастью, не очень много. Поэтому, в принципе, бояться нам особо нечего. Как только поступает жалоба, естественно, разработчики быстро за это принимаются и начинают банить. Ну, потому что по-другому быть не может. Читеров, как вы знаете, ребята, в этой игре банили всегда и будут всегда банить. Но вот что касается дискордников, конечно же, это все печально, естественно. В общем, ребятишечки, напишите, что вы думаете вот по поводу этого нового режима, по поводу нового легендарного скина и по поводу значков в нашей игре. Что это может быть? И, ребята, не пишите мне про значки, которые мы видим вот здесь вот у нас в главном меню. Типа значок персонажа. Не-не-не, ребята, это не к этому относится. Это что-то другое, что-то новое. А прикиньте, эмодзи добавят. Почему нет? В других играх уже есть эмодзи в катках. Тут тоже, в принципе, может быть. Хотя это, конечно, будет имбово, но все равно эмодзи это круто. Различные кастомизации персонажей это тоже классная штука. Почему бы и нет? Нашим разработчикам еще есть куда стремиться, есть куда расти, есть что разрабатывать. Поэтому пусть разработчики занимаются своей работой, а мы будем заниматься своей. Ставить лайки, если нам нравится. И ставить дизлайки, если нам не нравится. Завтра, в любом случае, уже пятница. И если ты смотришь это видео в четверг, ставь лайк обязательно. Если ты смотришь его в пятницу, также не забудь поставить лайкос. Ну, потому что я записал это видео в четверг. В пятницу уже, скорее всего, вышел новый легендарный скин, о котором я уже говорю заранее. И типа, он уже завтра выйдет. То есть, я с прошлого говорю тебе в будущее, что сегодня выйдет новый легендарный скин, если ты смотришь этот видос в пятницу. Прикинь, да, как прикольно получается. Ну и, конечно же, не забудь самый топовый код, автора Слоун в настройках игры. Вот сразу видно, да, ребята, когда вот я выспавшийся, вот, да, в настроении. И видос такой прям энергичный такой, да, призван вот для того, чтобы зарядить тебя положительными эмоциями. Я всегда стараюсь вот прям зарядить тебя. Вот когда ты заходишь на мой видос, ты знаешь, что с него ты уйдешь радостным, счастливым и волнительным в одно и то же время. Ты будешь такой, вау, что происходит, почему? Поэтому, ребята, ну я всегда пытаюсь для вас нарыть какую-то просто мега инфу. И это мы еще сейчас не говорили про новых персонажей, про Джека, который тоже скоро выйдет. Кстати, возможно, в пятницу выйдет Джек. Или Фуфи, новый хомячок. Пока что мы не знаем, но я думаю, что легендарный скин, потому что лег у нас новых уже давненько не было. Уже, в принципе, да, с декабря месяца у нас не было лег новых. Поэтому, а, нет, был дракон. Он так мимолетно пролетел, ребята, что я даже про него забыл просто. Это такой скин, ну вот яйцо недавно было. Ну и, конечно же, про новых питомцев у меня еще есть видос, ребята, тоже буду для вас готовить. Ну а пока что просто радуйся, братан, просто. Вот думай, что за значки, что это может значить, и как разработчики все это будут добавлять, и с чем это будет все связано вообще. Ну, с легендарным скином понятно, ну а еще с чем. В общем, у тебя есть пища для размышлений. Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун. Всем спасибо за просмотр, и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok